Комфортные школы подорожали, то есть расходы на строительство. Об этом стало известно в Астане на Общественном совете. Как сообщили руководители проекта, ранее в проектно-сметную документацию не вошли НДС и прочие расходы. Поэтому цена выросла. Как сообщалось ранее, школы будут строить за счет республиканского бюджета и национального фонда. Цена вопроса была 5,5 миллиардов долларов. Дело в том, что стоимость одного ученика места в рамках проекта «Комфортная школа», как сообщалось ранее, будет варьироваться от 3,6 миллионов тенге до 8,3 миллионов тенге в зависимости от вместимости школы. Это тогда казалось очень дорогим, ведь обычные школы строят в разы дешевле. И тогда руководители проекта обещали, что удорожание проекта не произойдет, даже несмотря на инфляцию. И теперь выясняется, что цена все-таки выросла. Теперь одно ученика места стоит от 5,5 миллионов до 12,5 миллионов тенге. То есть каждое и без того недешевое место выросло в цене еще на несколько миллионов тенге. Все зависит от того, есть ли в этой школе трансформаторные подстанции, котельные, скважина, септики, есть ли центральное теплоснабжение, сказали руководители проекта. На вопрос, почему произошло удорожание, они ответили так. Это, считаю, некорректное было планирование, соответственно, расчеты были некоррективны. Вы сами планировали? Нет, нас тогда не было. Мы чуть позже, это уже комитет по делам строительства, с министерством просвещения отрабатывали. При этом подчеркивалось, что окончательная цена будет установлена после прохождения государственной экспертизы. Все проекты госэкспертизу прошли? Ну, сегодня... Цена окончательная сейчас. Да, у нас 39 осталось. Вот после выхода 169 положительных заключений госэкспертизы, увеличение стоимости объекта составило 1,176 миллиардов. Ранее депутаты полагали, что сам Рокказна Констракшн здесь лишний посредник. Есть подозрение, что именно из-за него школы получаются такими дорогими. Ведь оператором может служить министерство просвещения. Но в ведомстве заявили, что они не строители и проектом должны руководить профессионалы. А дорогие школы, потому что они лучше даже школ БИНО, заявили руководители проекта. Потому что в комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов, в зависимости от возраста учеников. Также в школах будут установлены системы видеонаблюдения, звуковое оповещение и автоматическая блокировка дверей для обеспечения безопасности наших детей. Кроме того, будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. Также для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий и смены одежды, чтобы школьники не таскали тяжести. Как заявили руководители проекта, они наоборот предотвратили еще большее удорожание проекта. Практика того, что там тысячу точку ставить миллион стал или метр вдруг стал километр. Вот эти вещи мы все пересекли, пресекли, то есть и достигли такого, скажем, экономии. Ну, это практика, хотят очень больше взять доходности. Проектировщики? Проектировщики стали финансово зависимыми. Их уровень на сегодняшний день, к сожалению, из 71 компаний, 29 практически уровень низкий, можно сказать, ничего нет. Просто история есть купленная. Человек с ручкой. Это очень много вот этих вот, 39 даже тех, они в том числе. Мы не можем в госзакупе их черный список включить. А вот в фонде Самурга в целом они больше не будут примут участие. Как сообщалось ранее, всего по этому проекту в Казахстане планируют за три года построить 401 школу, в которых будет обучаться свыше 842 тысяч учеников. Благодаря проекту удастся полностью отменить третьи смены и преодолеть дефицит ученических мест. Уже сейчас он составляет порядка 225 тысяч. Школы нового типа будут построены до конца 2025 года. Не только в городах, но и в самых удаленных населенных пунктах во всех регионах страны. Вооруженший Ахмед Ахмедяр Ильяса, столичное бюро ТДК-42. Не ждать зимы и закупаться углем уже сейчас призывает казахстанцев Минпром. Чтобы потом не возник ажиотаж, еще в ведомстве рассказали об объемах потребления топлива и почему сложились такие цены на уголь. Все подробности расскажем далее. За семь месяцев текущего года добыли 58,1 миллиона тонн угля. Из них на энергетику направили 37,3 миллиона тонн. Для коммунально-бытового сектора перевезли порядка 2,5 миллионов тонн угля. И в КТЖ заявили, что подъездные пути к отопительному сезону полностью готовы. Согласно данным плана, на этот отопительный сезон объем потребления угля составляет порядка 8,6 миллион тонн. Из них коммунально-бытового сектора – это 2,3 миллиона тонн. Население – 6,3 миллиона тонн. По данным Казахстана Тимур-Жолы, на 21 число этого месяца уже завезли 1 миллион тонн. Обеспеченность углем в разрезе регионов составляет 13% по отношению к годовому плану. Стоимость угля от разреза до потребителя и стоимость же до перевозок оказывают достаточное влияние на формирование цену конечного потребителя. Стоимость угля в разрезе – это коридор от ключевых поставщиков от 7,1 до 9 тысяч тенге. Шубар-Коль-Кумыр на сегодня уголь стоит 8 тысяч тенге. Опять же, повторяю, в разрезе. По сравнению с прошлым годом, есть рост на 900 тенге. В прошлом году было 7 тысяч 100 тенге. Каражра – это восток. Сегодня составляет стоимость 8 тысяч 700 тенге. В прошлом году было 8 500. Рост идет на 200 тенге. Майкл Бинвест на этот сезон начинается цен 7 750 тенге. В прошлом году был на уровне 7 100 тенге. Еще надо учитывать расположение населенного пункта. То есть те, кто рядом с угольным разрезом, покупают напрямую у предприятия. Ну а кто проживает далеко и в других регионах, они вынуждены покупать его еще дороже. Еще надо брать в расчет стоимость дистоплива и саму логистику. При этом за ценами мы следим, сказал Жул Магомбетов. Населению он посоветовал не ждать зимы и покупать уголь уже сейчас. Обычно население ждет холодов. Как обычно мы сейчас просим, чтобы не ждать холодов, пока есть возможность, пока есть хороший запас в кладах, его закупать. Потому что, поймите, 8 миллионов тонн за один неделю или месяц его перевести невозможно. Также региональные угольные операторы имеют ограниченные возможности продажи. К примеру, максимум 100 машин в день могут продавать. А когда наступает холода, спрос может возникнуть от 50 и выше. В этих моментах как раз начинается ажиотаж. И здесь появляется, скажем так, нехватка и спуклятивный рост цен. С начала года по углю заключили биржевых сделок почти на 17 миллиардов тенге. И госконтроль за сделками ведет агентство по защите и развитию конкуренции. Ульна Румарова, Генизато, Спанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Ужас Бектенов проверил темпы подготовки к отопительному сезону в области Улытау. В ходе поездки в регион премьер посетил тепловые станции и пообщался с местными работниками ТЭЦ. Также Бектенов поздравил горняков с профессиональным праздником и вручил государственные награды от имени президента. Какие еще объекты посетил премьер? Расскажем далее. Улытау премьер посетил объекты коммунально-энергетического сектора и ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры. В Сатпаеве Бектенов посетил тепловые станции номер один и номер два, которые являются источниками тепла и горячей воды для почти 70 тысяч жителей города. Премьеру сообщили, что на тепловой станции номер один, например, в настоящее время ведется капремонт и текущий ремонт четырех котлов. А также газоходы в модернизации оборудования проводятся и в Жасказганской ТЭЦ. На это выделили 13,5 миллиардов тенге и с учетом проведенных ремонтов по котельным агрегатам и турбоагрегатам процент износа снизился с 84% до 63%. На данный момент ведется два капитальных котла, котла номер два станционного и котла номер три. Выполнение где-то порядка 70%. Также ведется два текущих расширенных ремонта котла станционного номер один и станционного котла номер четыре. Ремонтируются два капитальных ремонта газоходов и текущие ремонты газоходов. В преддверии Дня шахтера, который в этом году отмечается 25 августа, премьер поздравил и вручил награды шахтерам региона от имени президента. В праздничной атмосфере не забыли о работе и, как рассказали Бектенову, с 7% ростом промышленности регион занимает уже четвертое место в республике. В ответ Бектенов поручил не снижать темпы. Глава государства в послании народу Казахстана отметил важность развития горно-металлургического комплекса страны. В числе приоритетных задач обозначено стимулирование частных предприятий на инвестирование в геологоразведку. Здесь важно отметить имеющиеся резервы для дальнейшего роста. При этом мы видим, что в глобальной экономике происходят фундаментальные сдвиги, набирает обороты технологическая гонка, обостряется конкуренция за ресурсы. Поэтому нам необходимо приложить все усилия для увеличения запасов сырья для наших обрабатывающих производств. План на текущий год – 2,5 миллиона тонн руды. В следующем году планируется добыть 2 миллиона 700 тысяч тонн. Особое внимание уделяется вопросам технической безопасности сотрудников. На сегодняшний день на руднике Желанды работает около 900 горняков. Также Ужас Бектенов посетил историко-культурный комплекс Жоши Хан, который возведен в 2021 году по поручению президента. А в этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жоши и премьер осмотрел памятник Жоши Хану и палаточный городок рядом с мавзолеем. Комплекс построили по поручению президента в рамках 750-летия Золотой Орды. С момента открытия объект посетили уже более 35 тысяч туристов из дальнего и ближнего зарубежья. В Казахстане продолжается работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшим от паводка. Помимо строительства нового жилья, взамен непригодного для проживания, нуждающимся предоставляются квартиры вторичного рынка. Так, в Уральске, по сообщению представителей ЖКХ, на сегодняшний день выкуплено 581 жилье для пострадавших и процесс продолжается. В Уральске продолжается процесс обеспечения жильем пострадавших от паводков. В общей сложности для 1507 семей были представлены новые дома и квартиры на первичном и вторичном рынках. Одна из них – Гульнажина Ахметова из села Жампиты, которая более 10 лет проживала в дачном обществе «Речник» и теперь стала обладательницей новой квартиры. Когда в мой дом в дачном обществе пришли оценщики, они сообщили мне, что дом непригоден для жилья. «Я не думала, что мой дом снесут и дадут новый. Через три дня мне позвонили из ЖКХ и сказали собирать документы. У нас семья большая, поэтому мне приобрели двухкомнатную квартиру. Также до этого времени я получала гуманитарную помощь. Хочу поблагодарить Акимат города». Представители ЖКХ отметили, что было выкуплено 581 жилье на вторичном рынке, и этот процесс продолжается. Помимо этого, обеспечены 552 квартиры на первичном рынке и 374 новых дома. Специалисты отдела продолжают работать с документами оставшихся семей, чтобы завершить переселение в ближайшее время. На данный момент в отдел подали документы на своё жильё 2075 семей. Получено положительное решение от комиссии Акимата города. Среди них 1507 семей были обеспечены жильём. Предоставлено 374 новых дома, 552 квартиры на первичном рынке и 581 квартиры на вторичном рынке. Документы 568 семей находятся в процессе оформления, и работа продолжается. Вопрос переселения пострадавших от паводков остаётся приоритетным для властей Западной Казахстанской области. Несмотря на сложную ситуацию, большинство семей уже получили новое жильё, а работа по обеспечению оставшихся идёт полным ходом. Зарина Шакешева, Олег Писаренко, Марлен Искалиев, Аймур Аджакопар, телеканал ТДК-42. Под завалами аварийных двухэтажек рискуют остаться жители села Кингьях, Ахтюбинской области. Люди живут в нефтедобывающем районе, но их дома давно нуждаются в модернизации. Ремонтировать жильё за свой счёт сельчанам не по карману. Они просят местной власти помочь привести строение в надлежащий вид или переселить их в другое место. Ситуация разбиралась Лейла Уэсова. Ещё не развалены, но скоро ими станут. Так сейчас выглядят двухэтажки в центре Кингьяха. Обшарпанный фасад, дырявая крыша и выпирающие стен кирпичи. В таких условиях живут десятки семей. К примеру, в этой квартире от косметического ремонта не осталось и следа. Обои от сырости отклеились, полы проваливаются. Вы посмотрите на стены. Они покрыты плесенью. От постоянной сырости чуть астму себе не заработали. Пять лет здесь жили, теперь пришлось переехать и снимать другое жильё. Как видите, делать ремонт бесполезно. С той стороны уже стены рушатся. Дом в аварийном состоянии. В двух домах сейчас живут около 40 человек. Часть квартир здесь давно пустует. Из-за жутких условий многие были вынуждены бросить их. Остались только те, кому просто некуда идти. Люди живут с каждодневным страхом, что их пол, потолок или стены вот-вот обрушатся. Мы живём здесь с 2022 года. В основном многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Наши дома нуждаются в капитальном ремонте. Нужно менять кровлю, трубы, привести в порядок фасады. Своими силами мы не осилим такой объём. Просим властей помочь нам. Нам с маленькими детьми просто некуда идти. Люди говорят, что продать такую недвижимость невозможно, а снимать другое жильё не по карману. В Акимате пообещали ускорить процесс модернизации жилфонда. В селе Кенкияк имеется 38 многоэтажных домов. Все они были построены ещё в 60-70-х годах. Многие строения находятся в плачевном состоянии. Альтернативного жилья пока нет. По поручению Акимобласти мы привлекли спонсоров, подписали меморандум с китайскими инвесторами по модернизации 11 домов. И по этой программе в прошлом году провели ремонт в трёх домах. Заменили кровлю, стены утеплили. Остальные дома, обещают в местном Акимате, также приведут в порядок за счёт спонсоров. Сколько средств потребуется на эти цели, в Акимате сказать не могут. Сейчас готовят проектно-сметную документацию. И до холодов планируют начать восстановительные работы. Продолжаем выпуск. В Активинской области двое сотрудников канализационной насосной станции погибли прямо на рабочем месте, отравившись метаном. Мужчинам было по 58 лет. Трагедия произошла на коммунальном государственном предприятии в городе Эмба. Ещё двоих рабочих увезли на скорой. Обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы. Во время проведения плановых ремонтных работ в газовом отделе скончались двое рабочих 1966 года рождения. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Семьям погибших будет оказана материальная помощь от предприятия. Приносим родным глубокие соболезнования. В Ахтубе на берегу водоёмов устанавливают устрашающие таблички. На них указано, сколько человек утонуло в том или ином месте. В основном в запрещенных для купания. Таких опасных участков по городу несколько. Знаки устанавливают спасатели, чтобы сократить количество трагедий. За два летних месяца в местных реках утонули 12 человек, половина из них – дети. По словам специалистов, горожане игнорируют предупреждающие знаки и, несмотря на риски, плавают там, где опасно. Чтобы сократить гибель на водоёмах, спасатели решили установить шокирующие таблички. Говорят, метод уже работает. Кроме того, территорию планируется огородить колючей проволокой. Как говорится, шок-контент, чтобы люди знали, что это опасное место для них. У нас специально была такая разработка, что красным шрифтом написать, чтобы люди обратили внимание на данное место. И установлен максимально видимым месте, чтобы люди, когда пришли, видели это и будут читать. В Уральске произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Видеоинцидента быстро распространилось в социальных сетях. По данным пресс-службы Департамента полиции Западной Газанской области, авария произошла 22 августа ночью на улице Курмагазы. Водитель мопеда получил травму и был госпитализирован. Ведётся расследование для установления причин и обстоятельств случившегося. 22 августа текущего года примерно в 11 часов вечера по улице Курмагазы произошло слотновение автомашины Шкоды и мопеда. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. В мусорную свалку превратили отдыхающий пляж Голубая бухта на побережье Каспия в Магистовской области. На видео, которое снял местный житель, запечатлены горы мусора из пластика, життяных банок и органических отходов. Акиматуб Караганского района уже направил туда людей и технику, которые расчистили пляж и вывезли 38 тонн мусора. В администрации говорят, что обычную уборку там проводят раз в неделю, но из-за наплыва туристов разгребать мусорные завалы приходится чаще. В целом, работы по очистке территории проводятся регулярно и своевременно. Но из-за наплыва отдыхающих в летнее время имеет место факт загрязнения, так как отдыхающие не всегда убирают за собой мусор. Так мы от имени аппарата Акима Саина Шапогатова совместно с подрядными организациями провели работы по уборке мусора. Кроме того, районным отделом полиции организуется дежурство и предупреждение о штрафах в случае загрязнения. Многодетная семья осталась без крыши над головой. После пожара в пригороде Уральска в данный момент семья Юсуповых с девятью детьми, один из которых особый, вынуждена жить на кухне сгоревшего дома. Нынешняя обстановка делает каждодневное пребывание здесь крайне трудным и опасным, особенно для маленьких детей, говорят пострадавшие. Они обращались за помощью в местные исполнительные органы, однако ситуация так и осталась нерешенной. Подробнее расскажет наш корреспондент Дана Килибаева. Трагедия случилась 14 августа в селе Круглозерной, где загорелся дом многодетной семьи. Огнем охватило 150 квадратных метров. Добавим, что пламя полностью уничтожило частный дом, кроме кухни. И в данный момент семья Юсуповых проживают здесь с девяти детьми. Отметим, что у них есть также особенный ребенок. Мы разбили окно и пытались потушить пожар водой из соседского шланга, но огонь не потухал, остановился все больше и больше. Затем прибыли спасатели и полностью ликвидировали пожар. Однако, как вы видите, дом в ужасном состоянии, практически ничего не осталось. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Кормилиц семьи, ранее работавший вахтовым методом, в настоящее время подрабатывает таксистом по состоянию здоровья. Его жена Бутагос находится в декретном отпуске, ухаживая за их шестимесячным малышом. На данный момент нам нужно жилье. Вся детская одежда, школьные принадлежности и постельное белье сгорели. Мы живем на кухне. Из-за пожара воздух в доме стал невыносимым и вредным для здоровья. Аким Сила приезжал, и мы попросили его помочь найти нам дом, который мы готовы арендовать за собственный счет. Скоро начнется учебный год, и нам действительно нужна помощь. Пока от Акима нет никаких новостей и предпринятых мер. Несмотря на неоднократное обращение к Акиму с просьбой о помощи, меры по восстановлению жилья так и не были предприняты. Аким лично видел дом, однако отреагировал на ситуацию недостаточно активно, говорят пострадавшие. Так как дом стал непригодным для проживания, мы рассматриваем возможность аренды квартиры. В нашем селе служебные дома не предусмотрены. Мы готовы найти работу Буржану Юсупову и при необходимости готовы устроить его уже завтра. Мы предложили предоставить дом, предназначенный социально уязвимым слоям населения в селе Чапаево. Но из-за особых потребностей их ребенка семье Юсуповых будет трудно привозить его в город. В настоящее время мы рассматриваем вариант общежития, расположенного в селе. Семья Юсуповых обращается к казахстанцам с просьбой оказать помощь в сборе средств для ремонта и обустройства жилья для своих детей. Поддержать многодетную семью можно, позвонив по номеру, указанному на экране. Редактор субтитров А.Семкин